Нет, я не буду показывать себя, я урод! Пипец, блин! Доброе утро, мои хорошие! Это неделя влогов, день второй. Почему я такая грустная? Потому что я проснулась, мама мне говорит «Ты что, вчера в солярий ходила?» Я говорю «Да, обгорела!» А у меня тело всё горит на самом деле, потому что я пошла без крема. Мы пришли буквально там за 15-10 минут до закрытия. Естественно, какой крем мазаться? Я его даже не взяла с собой. Выпила тоншот и всё, я побежала в солярий. И взяла 8 минут. До этого я брала там 3 раза по 7. Думаю, ну, наверное, 8 уже нормально. Короче, ненормально, надо было брать 6 вообще минут. Конкретно обгорело у меня лицо. Вот что мне не нравится с этим шартом, ну, как бы я себя вижу сейчас с конкретным уродом. Что мне не нравится, что не только краснеет лицо, если ты вдруг обгорел в солярии, но оно ещё чуть-чуть и припухает. Я вижу, что у меня опухшее лицо, и я даже сейчас не повела Даньку в садик. Мама такая, давай, одевай его. Он меня ещё разбудил. У меня голова тяжёлая. Это тоже от солярия может быть. Такое ощущение, что ты болеешь. Ну, естественно, когда ты обгорел. Но тело ещё ладно, но терпимо, как бы там ноги, там это. Ну, вот здесь вот прям. А, ещё я не сняла украшения, потому что тоже это время. Мне нужно было быстро. И у меня от украшения белая пятышка осталась. Ну, дрындец. Не, ну, это краснота сейчас очень сильно видно. Сейчас краснота сойдёт, будет не так сильно видно. Короче, я в шоке. То есть, я проснулась, я планировала сходить в магазин, фикс прайс, набрать вам там всего-всего и снять видео, чтобы вы уже увидели новые новинки, которые там пришли. Короче, я увидела себя, и мне кажется, что так нельзя снимать видео. Разве что во влог показать вам последствия солярия. Короче, с солярием нужно очень аккуратно. Ну, короче, вот она я. Башка болит, как будто я вчера бухала конкретно. Хотя я вчера взяла пиво безалкогольное и выпила вот так, безалкогольного. И вина два глотка сделала. И всё. Ну, и после этого мы ещё по воздуху гуляли там и так далее. Поэтому, ну, то есть, даже то, что я выпила, это вообще не о чём. В общем, я сейчас проснулась, ещё даже кофе не пила. У меня не слышите голос, как у мужика. Руки белые, лицо красное. Я посмотрела на себя в зеркало, я испугалась вообще. В общем, сейчас я сделаю кофе, лягу. У меня вышка тяжёлая. Буду лежать вот и, короче, пока что тупить. Как только в моей голове что-то изменится, я включусь. Будьте со мной! Я знаю, что я себе намутила кофе. Ещё недавно посетила меня идея. А Кристина давно хотела бассейн. У неё же день рождения скоро, в сентябре. Ну, конечно, у неё конец сентября, 24 сентября день рождения. И если ей подарить бассейн, то это уже конец лета. Поэтому я и думала подарить подарок заранее. Давно хотела, чтобы у неё был бассейн, потому что... Ну, я же тоже туда буду приезжать, загорать. В общем, у неё есть место. И я ей предложила, говорю, как ты думаешь, если тебе бассейн задарить нужен? Она обрадовалась, в общем. Теперь у меня фикс идея, надо найти бассейн хороший какой-то. Хочется глубину хорошую найти. И размеры, чтобы он был большой. И, возможно, свой день рождения даже отметить у неё. Это будет очень круто. Какие-то навесы сделать красивый фуршет, позвать всех друзей. Вот. Так что сегодня я ещё хотела заняться, съездить там, где большой выбор бассейнов этих. Заняться именно поисками бассейна. Пока у меня такая рожа, я только этим и смогу заниматься. Нашла вот такую штучку, помните, мне дарила Лена? Чёрненькая была... Чёрненькая блондинка моя, хотелось сказать нормально. Брюнетка моя подружка. И это такая штучка, которую я набрала, по-моему, в магните. Сюда кладёшь два яичка. И в микроволновку там ненадолго. Давайте сейчас сделаем. Я же собиралась сделать. Лена чёрненькая, которая... Ссылку на неё оставлю под видео, чтобы вы понимали, какой она. Что же блогер у меня. А, всё не так просто оказалось. Прочитала инструкцию. По одной чайной ложечке нужно добавить сюда воды. Так, вот так. У меня по половинке просто добавляют. Вот так вот. Потом на середину распределить желток ножом. Ну, типа, чтобы аккуратно, наверное. А если не на середине будет? Вот у меня уезжает. Сейчас проколола. Блин, ничего не буду распределять. Всё, солю в микроволновку на 50 секунд. Потом подождать ещё 20. Поставила. Так страшно. 50 секунд прошло. Я даже боюсь открывать. Не взорвётся. 50 секунд вот так вот оно. Сейчас оно должно постоять. Желтки. У нас белки, гляньте, сделались. Желтки ещё нет. Сейчас оно постоит. И ещё чуть-чуть. 20 секунд потом. Ну, всё. Здесь 10 секунд постояло. Ещё 20 секунд доготовилось. И главное, всё так чётко, понимаете. Не минута, а 50 секунд. Страшно. Открывается легко здесь всё. Горяченькое. Ух ты, гляньте, они получились такие в мешочках. Теперь надо пробовать. Сейчас запробую, расскажу. Хлебшик возьму, помидорчик нарежу. Слушайте, они получились прям в такую смяточку офигенную. И удобно. Во-первых, без масла. Во-вторых, долго ждать не надо, когда ты варишь эти яйца точно так же в смятку. И ещё что не нужно чистить вот это всё. То есть это уже, ну, вообще шикарно. Считай яйцо в смятку, но быстро. И просто помыл потом, и всё. Класс. Я нарезала помидорчики все здесь. Кофе сделала. У меня вот совсем чуть-чуть молочка оставалось. В общем, чуть-чуть сделала. Хлебушек вообще очень вкусный. Я теперь знаю, чем завтракать своих друзей. Всё, доела. Даже хлебушком вытерла. Слушайте, это просто мега вещица. Я посмотрю такую вещецу, потому что в магните она говорила, что она последнюю брала. И, возможно, их нет таких. И не у всех, может быть, есть магнит. Я посмотрю на Алиэкспресс. Если я найду такую, я вам ссылку под видео оставлю. И можно заказать на Алиэкспресс. Может, она там даже дешевле. Я не знаю, можно ли так делать или нет, но я прям бипонтен вот так на лицо намазала. Ну, как-то после него легче становится чуть-чуть. Я уже смонтировала видео. Сейчас я его выпущу и бегу. Видео, где на катере мы катаемся на лодке и бегу в магазинчике. Планировать для вас новые видео. Вот хорошо было в сторис снимать. Там фильтр наложила. Чуть-чуть убрала красноту. И всё, как будто я не красная. А здесь, блин, вас не обманешь, понимаешь? Не скроешь ничего. По-хорошему, конечно, мне вообще на солнце нельзя появляться. Я появляюсь, и у меня сразу ещё больше всё горит. Вот, кстати, я всё забываю, блин. Это держу в голове, это забываю. У меня всё вываливается из головы. Надо сейчас заехать кое-куда, если они ещё не закрылись. Где бассейн? Посмотреть бассейн. Прицениться, как бы, чтобы иметь в виду, сколько... Сколько выйдет мне бассейн для крысинки? Ну, мне для крысинки ничего не жалко, поэтому я буду искать хорошего сейна. Тем более, что мы все там будем плавать и отдыхать. Ну, что, набегалась. Я жесть вообще. Продолжаю быть красной. Сейчас в тени не так это сильно видно. Хотела поделиться с вами мороженым. На самом деле, очень вкусным. Называется «Жемчужина. Миндаль с карамельным соусом». Оно очень вкусное. Я, короче, в последнее время только его беру. Это вот номер два. Даже, может быть, даже вкуснее мороженое, чем в Макдональдсе. Я там беру карамель-шоколад. И люблю, когда карамель хрустит на губах. На зубах. И шоколад хрустит холодненький. И мороженка вкусная. И здесь всё то же самое. Реально очень вкусно. Здесь ещё даже... А, это не орешки. Это карамель. Нет, орехи. Тут ещё и орешки. Вообще, ну просто космос мороженое. Ну, ещё я купила крестинки бассейн. Я не думала, что он такой огромный. Там, короче, отдельно бассейн. Отдельно насос. Отдельно лестница. Моющие средства. Тент, которым накрывать. Всё это продаётся вот по отдельности. В общем, я решила сразу комплектом всё взять, чтобы человек уже не мучился. Чтобы всё собрала и ничего не искала. В общем, думаю, сейчас забрать Дэньку с садика. И, может быть, повезти и отдать ей заранее. Как бы... Ну, подарю подарок заранее. Потому что нам нужно пользоваться уже этим бассейном. Всем вместе. Всеми семьями. Ой, я думаю, у крестинки сразу гостей захочет. Так быстро будет. Сразу все в гости поедут. Ну, в общем, сейчас хочу скорее успеть фикс прайса. Наверное, не получится. Вот так, знаете, прям нон-стоп. Каждую неделю влог. Каждый день, то есть, точнее, влог. Чё я заговариваюсь? Я вообще заметила, когда я монтирую видосы, я всё время заговариваюсь. Я всё время говорю... Думаю одно, а говорю другое. Получается какой-то кавардак. Ну, это я. Я поняла это всегда. Я не знаю, заметили вы это или нет. Пишите в комментах. Мне интересно. Ну, я думаю, заметили. Уже, наверное, мимо ушей пропускаете какие-нибудь, знаете, там... Типа хрустит на губах, да? И если я сейчас в фикс прайсе найду что-то прикольненькое, то, конечно, я один день разбавлю фикс прайсом. Да? А то чё, каждый день в блоге. Не, вам, наверное, по кайфу. Ну, посмотрим. Ну, что, я сходила в фикс прайс, набрала кучу приколюшечек. Там, да, есть новинки. Класс. Пупер-пупер. Супер-пупер. Ещё вот, смотрите, я купила Кристинке бассейн. Вот такого он будет размера. Он просто огромный. Это самая глубокая глубина. 3,66. Круглый. Вот такой вот. Короче, представляете? Вот так вот мы будем все плескаться там. Ну, вот это здесь у нас ещё лестница. Там ещё тент отдельно накрывать всё это дело. Ну, в общем, мы покажем это уже завтра. Покажу завтра, потому что сегодня я вообще хотела взять Кристинки в сюрприз. Вообще ничего ей не говорить. Сейчас взять Малого и просто приехать. Я знаю, что она дома. Просто приехать и сказать ей, вот, дорогая, бассейн. Всё, завтра с утра можно уже устанавливать его. Но время уже через полчаса забирать Малого. И я уже устала, пока вот это вот поехало. Вот машины прям жар такой херачит мне по ногам. Надо её выключить. Чего она включена это? Ой, запикала, запикала. Ну вот. И в итоге я ей сказала всё-таки, что я купила. Вообще классно было бы сделать сюрприз, да, вот так. Но не получается сделать сюрприз, потому что она должна была посчитать все метражи, чтобы всё встало. Потому что мы старались, ну, старались брать как можно больше бассейн, как можно глубже. Вот. И, в общем-то, ей нужно было посчитать всё. Мне нужно было задать ей какие-то вопросы. Есть ли у неё то, есть ли это. Сколько там, сколько где сантиметров. Чтобы я не купила вот так. И потом оно всё менять нужно было бы. Вот когда сойдёт эта краснота, я буду пипец какая загоревшая. Ещё хотела у вас спросить. Я, кстати, еду и думаю, это хорошая идея. Вот мне совершенно несложно снимать для вас каждый день. Это даже интересно. И я заметила, что, допустим, вчера у нас получился влог буквально на 15-16 минут. По-моему, это прикольно. И мне кажется, это даже лучше, чтобы я более подробно день снимала, да. Ну, я вот хочу вас спросить, как вам больше нравится. Один большой влог на 40 минут? Или реально вот каждый день вот так вот смотреть, чем я занимаюсь? И вот они как бы коротенькие, тогда они занимают много времени для просмотра, да. И прям есть какое-то вот одно событие, какое-то название. Вот сегодня я, например, обгорела, мать его. И печалюсь вся. На самом деле, если человек обгорел, у него могут подняться температура. У него может болеть голова. Я так обгорала. Вы, наверное, скажете, вот солярий, это траля-ля. На самом деле, на солнце можно обгорать. Но когда я хожу в солярий, почему я хожу в солярий даже летом? Во-первых, это более ровный загар. Во-вторых, я на солнце тогда вообще не обгораю. Вот я сходила, например, 5-6 раз в солярий перед солнцем, да. Ну, за лето, до лета. И потом просто я выхожу на солнышко и могу, ну, буквально вот с 10 до вечера могу находиться на солнце, на пекле самом, понимаете. И не прятаться под зонтики и не под что. И я не сгораю. Потому что кожа очень хорошо подготовлена. Вот это мне нравится. Но вот если солярий, на самом деле я переворщила просто потому, что у меня перед этим за неделю уже был скраб тела. И плюс я не воспользовалась кремом, чтобы сэкономить время. И плюс я взяла на 8, надо было брать конкретно на 6. Может, они лампы поменяли, я не спросила. Ну, короче, ладно, заживет, оно потом будет классно. На самом деле, после Абгара лицо не будет облазить, но зато оно будет корычнее. Сегодня какой-то праздник был в садике, да? У Деньки шарик привязаны к ручке. Закрывай, кися, пальчик аккуратно. Пошли, давай ручку. И ты еще рисунок рисовал, какой красивый. Ничего себе. Домой отнесем. Давай руку. Маме ручку давай. Ой, какой шарик красивый. Давай показывай. Вот такой шарик красивый, зеленый, да? Вот так. Ну все, понесли его домой. Так, смотри, чтобы он не улетел. Опа, очки. Сейчас улетит кисенька. Давай его привяжем к ручке. Дорогонок. Пришли, взяли сыра и печеньки в обе руки и гулять. Ой, бегом, 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 бегом. Нажимает кнопку, достает уже. Открывай. Мыльные пузыри, на. Ты печеньку доешь-то хоть? Доешь. Так он не хотел идти домой, что я решила, что дам ему просто что-нибудь перекусить. Нос почищу, чтобы нормально все было. И пойдем на площадку. Давай, дуй. Ой, какой большой. Деньг сразу лопает. Ой, смотри, сколько много. Любимые пузыри. Вот, мне кажется, мыльные пузыри одно из самых лучших для детей. Чтобы бегал, бегал. Прикольно. Да. Мы пришли с гулянки. Сейчас Дэнни йогурт нагрела. Я его, кстати, вот ему до сих пор вот наливаю в такую штуку, потому что он ее не это, не проливает. Так, ну что, я ничего не ела, нигде не останавливалась. Вот это фрикадельки из Икеа. Вот осталось здесь 6 штук. 6 штук я себе сделаю. Сейчас подогрею. Мама пюрешку оставила. И вот это то, что я поем за сегодня. В первый раз. Вот яйца поела, чтобы вы понимали, сколько я ем и как я ем, почему я не толстею. Может быть, поэтому. И вот второй раз. Две чашки кофе выпила. И вот моя вторая еда. Сейчас я сделаю полностью, покажу. Так, ну что, вот будет моя еда. Пюрешка, фрикадельки 6 штучек маленькие, помидорчик. Хлеб надо доесть, горбушечку. Сегодня ела. С яйцом надо доесть. Приятного пьета. Вы замечали когда-нибудь, что когда ты очень голод, а потом поешь, причем хорошо поешь, начинаешь шикать? Что за это от тебя? Все, я поела. Денька поел. Что поел? Он еще йогурт когда поел. И ему купаться. Залез купаться. Сейчас я его обмою. Не буду укладывать спать, потому что уже половина десятого. Что дать тебе, Заяц? Что дать? Что дать? Что? Смотрите, куда-то пена. Не нравится пенка? Что мой дать? Дайчика, дайчика, дайчика. И дайчика, дайчика. Дайчика, дайчика. Вот купается тут. Ну что, мои хорошие, время половина десятого вечера. Мы искупались. Тынька, очень загоревшая такая шея. И просто как маечка у тебя здесь. Все, искупались, зубы почистили. Идем в баеньки спать. Я как шея. Все, кисенька, говори, спокойной ночи, кисть. Спокойной ночи, говори. Говори, спокойной ночи. Спокойной ночи, мальчики и девочки. Водохлеб еще тот. Будешь ночью просыпаться. Кстати, ночью просыпается. Такой начинает кряхтеть. Я его сразу на горшочек сажу. Пока-пока. 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 Дэн, не кривляйся. Пока-пока. Пока. Пока-пока.